Итак, этот пункт я собираюсь поместить на второй уровень. В моей классификации я называю этот уровень важным. Шутки в сторону, если вы отнесетесь к этому наплевательски, вы серьезно подпортите у дам свою репутацию. Что я имею в виду? Уход за ногтями. Четыре инструмента, которые вам понадобятся. Это маникюрные ножницы, маникюрные щипчики, пилочка для ногтей и щеточка для ногтей. Некоторые из вас, ребята, скажут, «Ну, это не обязательно, потому что у меня их нет». Ухоженные ногти важны не только для вашего здоровья, но давайте скажем прямо. Это одна из самых важных деталей, на которые обращают внимание дамы, когда вы подходите к ним близко. А некоторые из них не позволят вам к ним прикоснуться, если у вас неприятные, неухоженные ногти. Господа, все привычки, о которых я буду рассказывать в сегодняшнем видео, важны, если вы хотите быть более стильным и привлекательным мужчиной. При этом я думаю, что некоторые из них важнее других. Но если вы со мной не согласны, ребята, вы знаете, что с этим делать. Пишите свои комментарии под видео. Далее в моем списке идет маска для лица. Я имею в виду антивозрастные маски, грязевые маски. Они у меня на пятом уровне. Если же вы мужчина старше сорока, или вы давно уже не ухаживали за кожей лица, то уровень важности для вас значительно возрастает. Для обычного парня маски для лица хороши, но не обязательно. Некоторые из вас, ребята, могут спросить, какой вообще смысл в маске для лица. Грязевая маска в целом предназначена для того, чтобы подтянуть кожу, и вы можете увидеть результат уже после первого применения. Но, как правило, они предназначены для использования 2-3 раза в неделю. Антивозрастная маска на самом деле очень похожа на сыворотку против морщин и тому подобные средства, которые вы наносите минут на 30 или дольше. С такой маской определенные минеральные вещества и другие ингредиенты впитываются прямо в кожу. При этом я не думаю, что масками пользоваться необходимо, особенно если ваша кожа лица в приличном состоянии, и вы ежедневно пользуетесь увлажняющим кремом для лица. Раз уж мы заговорили о лице, давайте перейдем к вашей процедуре бритья. Я считаю, что правильное бритье, хорошая бритва, отличный крем для бритья и правильная техника невероятно важны. Так что я ставлю эту привычку на уровень 2, крайне важный. Вы можете нанести большой вред своей коже, если будете пользоваться некачественной бритвой. Если вы используете крем для бритья без аллоя, то ваша кожа оказывается незащищенной, что может вызвать не только раздражение и мелкие прыщики, но и привести к кожной инфекции. Итак, на четвертом уровне у нас то, что стильные мужчины должны делать, если, конечно, вы хотите, чтобы вас считали стильными. Считаю ли я, что вы поступаете как засранец, если этого не делаете? Нет. Но я думаю, что любой парень, который хочет хорошо выглядеть, должен обратить внимание на свои уши и волосы в носу. Именно так. Вы становитесь старше, и волосы уже начинают выпадать из шевелюры. А в носу и на ушах их становится, наоборот, гораздо больше. Вам не надо было беспокоиться об этом, когда вам было 20, но после 30 вы уже замечаете, как из носа пробивается буйная поросль. Самый простой способ попросить парикмахера удалить все волосы в носу или на ушах. Вы можете сделать это и дома. Многие люди должны делать эти процедуры еженедельно. Купите недорогой триммер для волос в носу. Его также можно использовать и для ушей. Следующий уровень у нас под номером 3. Я называю его очень важным. На этом уровне находится кондиционер для волос. Большинство парней не пользуются кондиционером для волос. Лично я считаю, что им пользоваться необходимо. Когда пользуешься шампунем, а волосы у вас относительно короткие, вы сами того не замечаете, как пересушиваете их. А пересушенные волосы со временем начинают ломаться и выпадать. Если ваши волосы не длиннее 1-2 дюймов, для вас, может, это и не имеет большого значения. Но любой парень, у которого волосы подлиннее, должен знать, что кондиционер необходим для увлажнения и защиты волосяных фолликулов. Для молодых парней с короткой стрижкой, возможно, это не такая уж и проблема. Но с возрастом ваши волосы истончаются. Если вы захотите отрастить волосы длиннее 3-4 дюймов, вы увидите, что пересушенные волосы не будут выглядеть так же хорошо, как при использовании кондиционера. Далее у нас идут увлажняющие средства и сыворотки для лица. К ним относятся и антивозрастные крема, кремы от морщин, все, что наносится на кожу под глазами. Я отношу их к категории 4 не потому, что я не считаю их важными. Если вам за 40 и у вас морщины, для вас эти средства будут гораздо более важными. Увлажняющие средства для лица в целом не имеют такой высокой концентрации, как сыворотки. И в этом большая разница. Количество ингредиентов для производства сывороток. Общая стоимость их производства будет выше. Поэтому они обычно стоят дороже. Самое главное – это ежедневное использование увлажняющего крема для лица, потому что всякий раз, когда вы моете лицо с мылом, оно как бы вытягивает влагу и удаляет все жировые выделения с вашей кожи. Увлажняющий крем для лица – это отличное средство, которое защитит вашу кожу от вредного воздействия. И сейчас мы обсудим средства для умывания, которые я поместил на уровень 2. Почему они так важны? Потому что если вы молоды и пользуетесь мылом при умывании, все в порядке. Но после 30, или если вы живете в районе с очень сухим климатом, где сухой воздух, может быть в пустыне или зимой на Среднем Западе, вы начинаете замечать, что ваша кожа шелушится. Простое шелушение приводит к повреждениям. Свету ежедневно использовать подходящее средство для умывания. Они не так сурово обращаются с вашей кожей, как мыло. Они не пересушивают кожу. Эти средства не удаляют все жировые выделения, подчистую оставляя то, что нужно для увлажнения. Так, а теперь, ребята, пункт, который мне трудно классифицировать. Вы знаете, как я люблю эти колонны, духи, парфюм, благодаря которому мужчина приятно пахнет. Но эти ароматы невидимы, поэтому мы обычно недооцениваем их важность. И я думаю, что многие из вас, вероятно, присвоят парфюму рейтинг 5 в моем списке. Но я поднимаю его на несколько уровней и даю ему третий уровень важности. Причина, по которой я ставлю ароматы выше многих элементов в своем списке, заключается еще и в том, что парфюм невидим. Если у вас есть свой фирменный аромат, когда вы заходите в помещение или выходите из него, он остается в воздухе. Важно не вылить на себя полфлакона духов, это чересчур. Я считаю, что подбор собственного хорошего аромата – это ключ к успеху. И я предвижу ваше возражение, мол, дезодоранты или кремы для кожи, которыми я пользуюсь, уже имеют специфический аромат и не сочетаются с парфюмом. Но эти средства быстро перестают пахнуть, аромат держится на вас весь день, к тому же с ним вы чувствуете себя увереннее. Следующий пункт – наверняка вы недавно столкнулись с чуваком, который поднял руку, а запах распространился на весь автобус. Но я хочу сказать в целом, что многие парни могли бы не пользоваться дезодорантами. Я ставлю его на уровень 5 в моей системе. Существует разница между антиперспирантом и дезодорантом. Если вы в общем и целом работаете в коллективе, вас окружают другие люди, если вы можете вспотеть, если ваш пот имеет специфический запах, дезодоранты необходимы. Но если вы работаете из дома и принимаете душ каждый день, посмотрите, как отреагирует на это ваше тело, и не будете ли вы пахнуть в конце дня. Тогда можно вообще не пользоваться дезодорантом. Следующий пункт – это средство для укладки волос. Он находится на уровне 5. Если вы подберете хорошие средства для стайлинга, ваши волосы будут выглядеть гораздо опрятнее. Или же ваши волосы будут немного блестеть, если вы готовитесь на торжественное мероприятие. При этом многие из вас в первую очередь выбрали бы просто хорошую стрижку. В моей классификации она была бы на третьем уровне. Хорошая стрижка и регулярное расчесывание волос, и все будет в порядке. Средства для укладки работают, если вы хотите, чтобы волосы блестели или держались в укладке. Волосы будут выглядеть здоровее. Я бы советовал вам их добавить в свой регулярный уход за телом. Итак, господа, какое же видео посмотреть в следующий раз? Как насчет 10 основных предметов для ухода за собой, которые, по моему мнению, должны быть у каждого мужчины? Я подробно рассказываю о всех предметах по уходу за собой, которые должны быть у каждого парня в ванной. Что конкретно я имею в виду? Ребята, посмотрите это видео рядом со мной.